Легко ли быть самцом? Легко ли быть самцом? Легко ли быть самцом? Высота сломанного ствола около 10 метров. С него свисает длинный хвост самца. В лесу надо громко кричать. Именно это он и делает. И вот результат. Откуда ни возьмись, появляется самка. Джентльмены не опаздывают. Они терпеливы. Хорошо, что есть чем подкрепиться. Он давно проголодался. На утро следующего дня все повторяется. Он старательно наводит порядок. Убирает листья и щепки. Потом осматривает место и аккуратно выравнивает поверхность. Танц-площадка готова. Но самка что-то не спешит. Пока суд до дела, он репетирует брачный танец. Раз, два. Он распрямляет хвост. Его красота должна быть видна издалека. Теперь общая длина самца достигает метра. Едва завидев самку, он расправляет крылья. Потом поднимает плечи, похлопывает крыльями и издает этот необычный звук. Подъем, голосовое сообщение, уборка и ожидание. Все по распорядку. Самцу не нужны часы. В этих местах птицы следуют такому расписанию 9 месяцев в году. Самец хотел бы спариться со всеми самками леса, но это мечты. И они далеки от реальности. Потому что самкам для размножения нужен всего один самец. Самцы не занимаются воспитанием потомства. У самок большой выбор. Последний взгляд на подружку. Она все еще здесь. Туловище в горизонтальном положении. Он очень старается. И самка возвращается. Теперь кажется все. Самцу, возможно, хотелось бы повторить. Но самки не замечают его. Что же остается делать самцу в такое время? Его размер примерно 10 сантиметров. Это его территория. Он убирает здесь сухие листья. Теперь он готов принимать у себя гостей. Он уходит. Он уходит. И приходит. Он раскланивается на все стороны. Снова улетает. Снова возвращается. И начинает брачный танец. И начинает брачный танец. Своё название «Золотокрылый монокин» он получил благодаря крыльям. Они видны только во время полёта. Мы можем их видеть лишь в замедленном изображении. Он летит ровно и при посадке разворачивается на 180 градусов. В реальном времени это занимает у него меньше секунды. Его полёт выглядит как золотые блёстки. Это возможно благодаря сверхмалому весу этой птицы. Не все способны передвигаться с такой скоростью. Появляется молодой самец. Он ещё совсем неуклюжий. Но скоро он повзрослеет. Капли дождя для него как тяжёлые валуны. Но ему на помощь пришла эволюция, просто уменьшив вес птицы. Самец спрятался от дождя. Ему надо переждать ливень. Он гораздо меньше воробья. Но как он возбуждается с появлением самки? Эти звуки он издаёт не горлышком. Вы только послушайте. Откуда они берутся? Это единственные в мире птицы, способны издавать такие высокие звуки крыльями. Вот как это происходит. Шестая и седьмая кости левого крыла ударяются о шестую и седьмую кости правого крыла. В это время пятая кость трётся о шестую кость, на которой расположены специальные бороздки. Звук появляется, когда пятая кость трётся об эти канавки. Примерно так же устроена скрипка. Трепетанием крыльев в полёте монокин напоминает калибри. Он умеет на лету высасывать цветочный нектар. И часто дерётся из-за него. Очень быстрое движение крыльев для него гарантия выживания. Калибри хлопает крылышками 60 раз в секунду. Но им далеко до крошек монокинов с их 8-10 хлопками в секунду. Эта способность далась им непросто. Крылья обычно имеют полые кости. Иначе птицам было бы трудно летать. Но у монокина косточки крыльев пещеристые. Взамен лёгкости эти птицы получили способность издавать фантастические звуки. Однако тяжёлые крылья затрудняют им длительный перелёт. Наш герой входит во вкус. Он придумывает новый ритм. У каждого самца собственный ритм. В нём выражается его индивидуальность. Интересно, а который из ритмов предпочитают самки? Вот упавшее дерево. Одна сторона у него гладкая. На ней не растёт мох. Отличное место для сцены. Прилетев сюда, этот самец немедленно принимается приглашать в гости дам. Он так торопится, что даже не успевает выплюнуть семена, которые клевал перед этим. Главное для него теперь сохранить насиженное место. Время свидания, конечно, назначено не было. Так что самка опускается рядом совершенно неожиданно. А он прямо на наших глазах превращается в абсолютно другую птицу. Как такое возможно? У самцов под клювом есть нечто вроде капюшона. Достаточно большого, чтобы спрятать под ним крылья. Самец меняет цвет хохолка на синий. Перья возле клюва приподнимаются, принимая форму буквы Т. Синий хохолок и Т-образные перья совмещаются и производят эффект голубых глаз. Все части его туловища приходят в движение одновременно. Но это еще не все. Самец задает ритм. Он бьет крылышками по стволу. Чем не полька-шутка? Так укрепляются сразу все мышцы. Плечевые, головы, клюва и так далее. В танце задействованы и крылья. Это основное движение брачного танца. Самка вступает в танец только если ей нравится ухажер. Но если другой ей понравится больше, то она пойдет к нему. А первый не сможет показать даже лучшие свои па. Самки часто прилетают к нему. И каждый раз он выкладывается в танцы, рассчитывая на успех. Вот почему на этой стороне бревна не растет мох. Самки прилетают сюда каждый день. Сейчас он потерпел неудачу по собственному недосмотру. В следующий раз он учтет свои ошибки. Вот он, долгожданный момент. Но теперь его фиаско вызвано чрезмерной осторожностью. Провал. Полный провал. Он даже не успел показать свой гребешок. Пошел девятый день после восьми дней сплошных неудач. Теперь он сразу же выкладывает все козыри. Но оказывается, что это вовсе не самка. Это тот, кого он совсем не ждал. Это другой самец. К счастью, тот тоже обознался. Наш герой танцует в последний раз. Вокруг никого. Это сольный танец в полном одиночестве. Танцуя нон-стоп, он снимает стресс. Он приседает, ожидая аплодисментов. Но зрителей не видно и ни одной самки. Способы завладеть вниманием самки, кажется, исчерпаны. Самец танцевал 15 раз по 10 минут. Но самка так и не прилетела. Его размер не превышает 10 сантиметров. Голос его тих. Но разве этого недостаточно? Разве этот чудесный звук крыльев не компенсирует слабость его голоса? Самец поет и сам себе аккомпанирует крылышками. Но это еще не все. Он делает все, чтобы выход был еще эффектнее. При появлении самки он поднимает свою белую шейку. А затем переходит к многократно отрепетированному номеру. Он взлетает горизонтально, а не вертикально, как обычно. И повторяет все снова. Потом улетает, взмахнув крылышками. И не спеша снова садится. Он выполняет этот невероятный воздушный номер, как истинный артист, с невозмутимым видом. Белая шейка гордо поднята. С удвоением скорости энергия увеличивается в четыре раза. Чтобы его маленькая фигурка выделялась на фоне леса, он увеличивает скорость. Красная головка делает его заметным в зеленом лесу. Он совсем маленький, но у него есть знаменитая красная шляпа. Пусть его вокальные данные невелики, зато он прекрасно владеет техникой. Этот самец прекрасно танцует и в хорошем темпе. Он издает звуки не только горлом, но и биением крыльев. Он умеет ходить по деревьям. И надувать свою красную шейку шарик. Эти птички обычно питаются тропическими растениями. Они также едят мелких насекомых, живущих на деревьях. Они могут добывать пропитание даже в воздухе. Тропический лес произрастает на плодородной почве. Еды здесь много для всех. Самцу не приходится долго искать пищу. У него остается достаточно времени на самосовершенствование. И на владение искусством соблазнения. Потому что его жизнь, в сущности, проходит в ожидании самки. Она где-то рядом. Взмах, другой. Самец движется быстрее. Подлетает, улетает. Затем он начинает танец, демонстрируя красную шляпу. Теперь это главное. Он катается с горки по веткам деревьев. Самка спокойно наблюдает. Самка спокойно наблюдает. Он превращает точки в линию. Взмах. Посмотрите на эти красивые и сильные ноги. Он ускоряет темп. Его маленькое туловище ритмично движется. Самка немного приближается. Но его к себе не подпускает. Бедняга выглядит растерянным. Они сходятся и расходятся. Между ними явно что-то есть. Но ожидаемого не произошло. Что еще надо сделать, чтобы угодить самке? Самец зовет самку. Его голос кажется ей красивым. «Она слева, он справа». «Она слева». Даже после спаривания самец не хочет выходить на свет. Он делает это только после того, как самка улетает. У этой птицы нет особых примет. Нет и яркого окраса. Ничего, что выделяло бы ее среди других. Но самец строит дом для будущего потомства. И достаточно большой, чтобы детям было в нем просторно. Самка никогда не увидит отца детей в доме. Он будет прятаться за деревьями. Дом обставлен множеством красивых вещей. Вот розовые цветы. Красные фрукты. Кусочки древесного угля. Панцири жуков. За всем следит хозяин. Он же убирает мусор. Ему нравится собирать красные листья или коричневые. Нашей съемочной группе захотелось немного поэкспериментировать. Мы положили перед домиком по 10 синих, красных, желтых, зеленых и черных фишек. Каждому цвету был присвоен номер. Мы хотели определить цветовые предпочтения хозяина дома. Вот большой, любовно выстроенный птичий дом. Его хозяин сначала собрал синие фишки, потом красные, затем заинтересовался зелеными. Перетащил черные. Опять смотрит на зеленые. Но забирает желтые. Нетронутым остался лишь один цвет. Преобладающий цвет в природе. Зеленый. Так что зеленый не будет выделяться в зеленом птичьем мире. Потому-то птицы предпочитают яркие цвета. Смотрите какой чудесный оранжевый домик. Вокруг него бродит сумчатый зверек. Кускус. Птиц совсем не видно. Они спят где-то на ветках. Но один самец что-то вынюхивает в чужом доме. Похоже он что-то уносит. В дом влезли воры. И в другие дома тоже. Украденные драгоценности были хорошо припрятаны. Но это не помогло. Древний конфликт. Вот результаты нашего эксперимента. Дома номер 4 и 8 были ограблены. В первом все осталось на месте. Девятый лишился почти всего, но и кое-что приобрел. В выигрыше оказался владелец дома номер 7. Он практически не спал в течение последних десяти дней. Самец из седьмого дома собрал все синее. Похоже это его любимый цвет. Вдруг самец из седьмого дома спрятался. Вернулась самочка. Она озирается по сторонам. И тут же улетает. Самец явно разочарован. Он добавил в интерьер немного голубого. И теперь осматривает новинку с разных сторон. Что-то он не в восторге от приобретения. Ему надо заполнить пространство. И желательно синим. Он очень увлечен обустройством квартиры, чтобы доставить удовольствие самке. Украшая дом, он иногда зовет самку посмотреть. У него нет для нее специального звука. Мы вообще не знаем точно сколько у этих птах голосов. И есть ли у них какой-то особый зов. Или он собирает звуки в песню, так же как складывает свои драгоценности. Самец иногда поет в своем доме. Там его голос звучит намного громче. Потому что дом это куполообразное сооружение высотой один метр и шириной полтора. Происходящее там резонирует и многократно усиливается. Звук идет через отверстие спереди. Вход. Вся конструкция действует как динамик. Самец так и не показывается перед самкой. Голос единственное, что выдает его присутствие. самка. Самка не видит его, но всегда может слышать его голос. Самец летит на голос самки. А самка слышит его и видит дом. Но она улетает. В течение сезона спаривается лишь один из десяти самцов. То есть самкам достаточно всего десяти процентов самцов. А те, чтобы попасть в число счастливчиков, готовы на все. Даже превратиться в домохозяйку. Большая птица, огнегривый шалашник из семейства Бауэрбердов, тоже живет здесь. У нее нет ни ярких перьев, ни каких-то особых отличий. Они не умеют исполнять сложные танцы. Но они строят домики. И это умение компенсирует отсутствие яркого оперения и умение устраивать брачные церемонии. Шалашник никогда не станет хорохориться перед самкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он всегда точно знает, где его дом. Складывает желтое с желтым, а красное с красным. Если надо, он сумеет починить крышу. Приносит больше пяти тысяч веточек и строит дом в двести пятьдесят раз превосходящий его собственный размер. Причем безо всяких инструментов. Чего только не сделаешь ради женщины. За сорок дней самка посетила самца двадцать один раз. Но ни разу не зашла в дом. Субтитры создавал DimaTorzok На самце держится все хозяйство. У него много работы. Сейчас ему надо собрать попадавшие от сильного дождя ветки. Неужели он делает все это ради самки? Или ради собственного дома? Похоже, мы с вами этого никогда не узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok Производство корейского образовательного телевещания. На русский язык фильм дублирован компанией VideoFilm TV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова